Все, что попадает в его стены, обязательно улетает в трубу. Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского отмечает 90-летие. Вся работа научного центра поставлена на поток, воздушный. Перед отправкой в небо именно здесь проходят испытания самолета и вообще все летательные аппараты. В самой большой в мире аэродинамической трубе побывал Федор Иваница. Кому летать, кому строить, а кому все это ломать. Перед тем, как самолет поднимется в воздух, его необходимо испытать на земле. Именно этим и занимаются в Центральном аэрогидродинамическом институте. Знаменитый ЦАГИ, основанный еще отцом русской авиации, профессором Николаем Жуковским, и спустя 90 лет ставит амбициозные задачи. Обеспечить прогресс в области авиационной и ракетно-космической техники. Именно так мы понимаем свою миссию как института. Для кого-то праздник, а для кого-то обычный трудовые бурни, зал статических испытаний. Не все разглядят вот в этом, тот самый сухой Суперджет-100. Здесь он проходит одну из многочисленных сертификаций. На взгляд обывателя, можно сказать, над самолетом издеваются как могут. Машину проверяют на прочность вплоть до каждой гайки. Но все это во имя безопасности. Разрушается весь полностью. Разрушается крыло, фюзеляж, шасси отламываются, двигатели отламываются. Все до разрушения доводится. Все весь в дребезги. Параллельно со статическими испытания аэродинамические. Знаменитая замкнутая труба Т-101. В ее недрах и создается мощнейший воздушный поток. Полноценная имитация реального полета. Здесь есть возможность получать абсолютно стопроцентные достоверные материалы, которые непосредственно КБ и разработчиками техники может использоваться один к одному, без каких-либо серьезных поправок. В этом уникальность базы. Построенная почти 70 лет назад аэродинамическая труба, проверяя на прочность все, что летает, сама образец сверхпрочности. Над ней время словно невластно. По-прежнему в строю и по-прежнему самая большая в мире. По сути, это отечественный коллайдер, где вместо паратонов мощные потоки воздуха, огромные лопасти могут развивать его до скорости 60-70 метров в секунду, что позволяет испытывать вот в этих трубах практически любой летательный аппарат, начиная от военных и гражданских самолетов и заканчивая моделями космических кораблей. Пусть они маленькие, но испытания проходят как полноценные самолеты. Это уже аэродинамическая труба Т-128. Здесь уровень тестирования приближен к условиям космических полетов. Эту трубу уже успешно преодолели Супер-Жет-100, Ту-334, МиГ-29, последние образцы военной техники. Так что свой 90-летний юбилей Центральный аэрогидродинамический институт встречает на передовой мировой авиации. Федор Иваница, Иван Мартьянов, телеканал «Звезда», город Жуковский. Редактор субтитров А.Семкин